Всем привет! В этом видео я покажу, как создать вот такое растворение картинки с помощью VisualFX Graph за 4 минуты. А спонсор моего ролика – мой второй YouTube-канал, где я демонстрирую спецэффекты, которые продаю у вас в Story. Ссылка в описании. Итак, чтобы сделать растворение картинки, с ее помощью нужно создать файл с расширением PointCache. Для этого понадобится кастомная утилита, которая устанавливается вместе с VisualFX Graph. Называется PointCacheBakeTool. Вот ее окошко. Она создает вот такие файлы, либо с модели, либо с текстуры. Но перед этим нужно изменить настройки текстуры, поставить галочку вот здесь, сделать ее открытым для чтения и записи, и вот здесь. После этого выбираем текстуру и ставим галочку Export Color, чтобы сохранить цвета вот этой картинки, чтобы она не была черно-белой. И нажимаем Save и выбираем папку, куда мы сохраняем. Спустя 15 секунд этот файл появился в проводнике. Теперь можно приступать к созданию эффекта. Для этого нужно создать VisualFX Graph в проводнике и дальше переместить его на сцену. Но так как эффект у меня уже готов, я просто покажу, как он работает. Сделано это с двух компонентов. Первое это картинка, чтобы не было артефактов от самих частиц. А второе это сами частицы, которые появляются при исчезновении картинки. И вот так выглядит картинка, созданная только с частиц. Теперь я расскажу про каждый компонент отдельно. Изначально я создаю миллионную одну частицу. Создаются эти блоки следующим образом. Правая кнопка мыши, Create Block и выбираем то, что нам нужно. Для картинки я использую одну частицу. Ставлю размер 1, время жизни 5 и позицию 0. Допустим, если я уберу время жизни, оно автоматически станет равно нулю. И картинка показываться не будет. То есть все компоненты, которые я использую здесь, они важны. И вывожу саму картинку с определенной ориентацией. И она становится прозрачной где-то через полторы секунды. Для примера я поставлю сейчас другую картинку. Дальше. Для расстояния картинки я создаю миллион частиц. Время жизни также равно 5 секундам. И как раз с этого файла я беру позицию для спауна частиц. Вот, например. Также отсюда я беру цвет частиц. И они меняют ее, исходя из позиции на карте. Дальше в апдейте я использую векторное поле. Это стандартное векторное поле, но его в проводнике просто так не найти, потому что оно находится в папке visual.fxgraph.texures. Обычно в программах для создания векторных полей векторное поле можно сохранить в формате FGA. Это подходит для Unreal, но не подходит для Unity. Для Unity нужен формат VF, чтобы в дальнейшем изменить его в самой Unity в формат Asset. Если кто-то знает, как делать векторные поля для Unity, пишите в комментариях. Дальше по поводу эффекта. Тут у меня есть скорость в случайном направлении, которая работает где-то на третьей секунде. Но я ее отключил из-за ненадобности. Чтобы контролировать силу векторного поля, я добавляю временной отрезок длиной 5 секунд в кривую. И где-то на второй секунде я запускаю разлет частиц. И умножаю после этого значение на 46. Дальше я задаю частицам текстуру и выбираю режим Additude. Также эти частицы направлены лицом к камере. Кстати, значение Set Size Over Lifetime не работает, потому что после него идет Set Size. И вот этот нод перекрывает предыдущий. И также я изменяю прозрачность со временем. То есть на этом моменте частицы вообще не прозрачны. На этом все. Спасибо за просмотр. И также этот эффект вы можете скачать у меня на патреоне. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok